Я являюсь учительом технологии школы номер 4 в городе Омск. Я ее наградок Юрия Владимировна, учитель технологии школы номер 308. Мы бы хотели бы сегодня на вашем мастер-классе пригласить фокус-группы. Поэтому, уважаемые участники, кто желает, пожалуйста, можно 2-3 человека на заход. Мы уже сказали, что у вас есть как на заход. Я бы хотела бы теперь познакомиться с вами, уважаемые участники нашего мастер-класса, именно фокус-группы. Я предлагаю сейчас сделать следующее. Вы будете называть свое имя и характерную черту вашего имени, начинающую с той же буквы, с которой начинается ваша имя. Покажите. У нас что полное имя нет. Можно ли помнить? Можно ли помнить, а вам понравится. Катя креативная. Да, Катя. Это все аккуратно. Так. Мария масштабная. Замечательная. Я газета, гениальная. Ну, как-то, что-то, 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 что-то. Я скромная. Замечательная. Так, пожалуйста, дальше. Я ярко. Виталий, внимательный. Итак, спасибо, уважаемые участники мастер-класса. А теперь, пожалуйста, посмотрите на экран. Эти термины. Что они обозначают и каким одним термином их можно объединить? Пожалуйста, уважаемые участники, бога за ручь. Как начинаете? Как начинаете? Все люди ходят с задачей цены. Это был урок. Урок просто. Урок. А, урок еще? А еще? Проект и технологии. Совершенно верно. Абсолютно верно. Так вот, девизом нашего мастер-класса будет китайская пословица. Расскажи, и я забуду. Покажи, и я запомню. Дай попробовать, и я пойму. Сами того не подозреваем, мы каждый день с вами становимся участниками проекта. Вы каждый день думаете, что же приготовить на завтрак, обед, ужин, а потом эти идеи воплощаете в жизнь. Это проект? Конечно. Проект. Вы думаете, как провести свой день рождения, а потом идеи воплощаете в жизнь. Это проект? Да. Проект. Вы решили сменить имидж и полностью поменять образ. Это проект? Как вы думаете? Конечно. Ну, говорите, не бойтесь. Так вот, проект, вы можете видеть, направленное на отношения. Какое-либо цель. Решение какой-либо проблемы. Отметов, проекту помогают достигать современных образовательных результатов. Как вы считаете, что помогает научиться стригать современных образовательных результатов, личностных предметов, метапредметов, современных образовательных результатов? Творчество. Так, еще. Активность. Еще. Трудоспособность. А есть эти понятия? Еще вместе объєдいき movie. Технологии, да? Какие технологии? Программы, которые называются, конечно же, совершенно верно. К ним можно отнести также трансформационно-конкурессионные технологии, референцированные обучения, сетевые дисферсионные и, конечно же, технологию, проектовую технологию, о которой мы, собственно говоря, сегодня с вами будем поговорить. А сейчас, уважаемые участники футболистов, я вам хочу предложить следующее. Загадайте, пожалуйста, каждое число до 10. Загадали? Прибавьте столько же. Четыре раза число. Прибавьте 10. Разделите на 2. Отнимите задуманное. Итак, а теперь, пожалуйста, скажите, какой ответ у вас получился у вас? Я еще несколько сделала. Так, давайте много у нас идет с утра. Сколько у вас у нас? 5. Так, у вас? 5. 5. У вас? 5. Итак, уважаемые участники, смотрите, получается следующее. Не трудно догадаться, что в основе вот этого действия лежит некий алгоритм, который, результат, который был известен только мне, и посредством ваших действий в направлении вы пришли к новому ответу, собственно говоря. И используя алгоритм в работе и знать конечные результаты, учитель именно ведет детей и по пути, и в котором, вернее, заранее ответ, которому известно. Весь путь от старта до финиша, ну, не что иное, как и есть проектная деятельность. Так, современные дети – это уже не чистый лестник, который просто наносит знание. И учитель нашей детей уже не является единственным источником информации. Поэтому зачастую дети не умеют превращать информацию в знание, их синтезировать. И наша задача как раз их научить. Узять главное – находить связи, а также уметь реагировать в информационном пространстве и самостоятельно конструировать знания. Порой на руках технологий в этом классе, когда девочки в первый раз слышат своего проекта, оно вызывает у них недоумение. А что это такое? А как его буду выполнять? А какие этапы нужно пройти? И какую мне выбрать тему? И эти же вопросы порой себе задает им молодой учитель, то есть я и любые из наших молодых коллег. Поэтому у нас возникает тоже ряд проблем. Как построить образовательный процесс так, чтобы определить, какие у обучающихся необходимо выработать навыки и умения для того, чтобы они смогли выполнить проектную деятельность. Поскольку она предполагает не только наличие определенных знаний, но еще и умение выполнять их на практике. А решение данной проблемы мы видим в теме нашего проекта. метод проектов, как достижение современного образовательного проекта. Цель, которую мы будем мешать в ходе вашей класса, это дети на слайде. А теперь, уважаемые коллеги, разрешите вас пригласить на эту, извините. Главная идея проектной деятельности – это развитие познавательных интересов, умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, вызывать практическое мышление. А в наибольшее влияние правильный деятельность оказывает на такие группы умений, как исследовательские, что это такое, коммуникативно-оценочные, формационные, презентационные, рефлексивные, менеджерские, в честь формирования которых происходит достижение современных образовательных результатов. Так, у вас были глазами, есть текст одной. Пожалуйста, подложите. А я в своей очереди тоже ее озвучу, для наших участников. Однажды мудрец странствовал в поисках смысла, куда грел до реки. Немостания лодки не было видно. Возникла проблема. Надо переправиться, но как? Задумался мудрец. Что же это делать? Как слезать до берега реки? Мудрец закрыл глаза и представил, как он приправится на другой берег. Эврика сказал мудрец. Надо сделать лодку, которая приведет меня к моей мечте, решив проблему. Сел мудрец, нарисовал схему лодки, расчеты произвел, план составил. Тут как раз ученики его подоспели, и они вместе начали действовать. Практически заглядывая в план, отремивая правильность и исправляя ошибки. В команде дело шло быстро, и очень скоро лодка была готова. Со всех сторон осмотрели ее будники, нет ли две трещины, потом спустили на воду, плывет, можно приправляться, ура! И прошло 15 минут, как патрицы ученики были на другой стороне реки. Проблема решена, и можно было дальше странствовать. И так, уважаемые участники, как раз урока, в моем программе, в конце ваших текста ответят мои вопросы, которые вы увидели. И плюс к этому, у вас еще есть второе задание, где вы должны будете соотнести основные этапы проекта с этапами, то, что мы с вами сейчас прочитали. Это буквально будет у вас подходить с другой стороны. Подкорите, вы увидите. Итак, пока вы работаете, мы хотели бы с вами еще маленечко выяснить все-таки, чтобы вы нам ответили на вопросы, которые у вас в конце текста. Посмотрим, насколько вы внимательны, может, текст читает. Хорошо? Итак, уважаемые участники фокус-группы, скажите, пожалуйста, с чем же мудрец у нас столкнулся на берегу веке? Уважаемые участники группы, фокус-группы с чем? С такими? Конкретно? Перебрался в другую сторону. То есть ему необходимо было перебраться через древнюю. А что сделал мудрец, чтобы решить эту проблему? Составил план. Так, схему. Произвел расчеты, нарисовал схему. А чем занимались ученики в этой литче? Помогали строить. При этом они что делали еще? Они опирались на план определенный. А как быстро лодку построили? 15 минут. 15 минут. Почему? Все вместе. Потому что была командная работа. Абсолютно видно. Что делали ученики, прежде чем спустить лодку на лодку? Проверили. Ага, проверили. Они ее проверили. И что еще сделали? Что? Ошибки исправили. То есть исправили, устранили ошибки. Каков результаты этой истории? Результат положительный. А импульс? А импульс? А импульс? На другой стороне. То есть учители, ученики, они переправили, да? То есть они достигли своей лечи. А как вы думаете, какова роль? Вот в этом максимум была учителя. Направили. То есть он управлял, управлял их. А теперь, пускай, давайте с вами выясним, все-таки вернемся к нашей табличке, которая у вас есть. И подскажите мне, соотнесите вот эту табличку, то, что у вас в первой колоночке, и то, что у вас в второй колоночке. Итак, у вас в первой колоночке табличка, это этап убавления проектной проекта. Правильно? Итак, первое, подбежение проблем и целей проекта. Что у вас относится к этому? Можай, не чувствуя. Е. Надо переправиться через Р. А, просто через Р. Так, два, планируйте, что это у вас? Назеристовательство. Абсолютно верно, умнички. Три, выполнение проекта. Наш, не чувствуете, правильно. Абсолютно верно. Анализ результатов проекта. Проекты или нет, предпречены. Так, и защита проекта. Переправиться. Конечно, данный уровень там не является идеальным. Ну, можно носить различные поправки, корректировки, но, тем не менее, мы постараемся перестать для основных этапов, которые проходит любой ученик, обучающийся, работающий над проектом. А теперь разрешите пригласить вас на уроке технологии в пятый класс в ведении проектной деятельности. Однажды на уроке технологии, как я даже ломаю ученицы, спросила, Наталья Леонидовна, а скоро 8 марта, а как мы будем управлять наших мам? Я задумывалась, как совместить желания девочки и с программой, которую необходимо выполнять. Ответы на этот вопрос я нашла в рамках урока. А именно, я предложила девочкам реализовать мини-проект в праздник. И вам, уважаемые участники, мы сегодня тоже предлагаем, какой мини-проект вызвать. У нас недавно прошел праздник восьмого года, поэтому мы будем выполнять такое творческое задание. Итак, уважаемые участники, сегодня мы будем реализовать два проекта, разные по направленности. Будем работать двумя группами. Перед вами есть, можете уже посмотреть на тихору, перед вами есть карточка путеводителей для работы проекта и оценочный лист для анализов результатов работы другой группы, которыми вы будете анализировать эти результаты другой группы, пока они будут представлять свой проект. Итак, обращаемся к карточке путеводителям. У вас на работу по 3 минуты, затем по 1 минуте на презентацию проекта и по 1 минуте на анализ работы другой группы. Итого, 5 минут на все работало. Итак, основоположником метода проектов технологического образования является Виктор Дмитрия Ксимоненко и Юрий Леонидов-Катунцев, который виноват для темноту разработкой программы образования новостной технологии и для общих главных школ России. В отношении выполнения обучающихся проект в качестве обязательного компонента технологического образования. Проекты, они консифицированы следующим образом. Это по доминирующей деятельности, это на исследовательские проекты, информационные проекты, это на творческий, практикоориентированный проект и ролевой проект. Кроме этого, они выделили для наших учтей технологии, это по продолжительности проекта, это мини-проекты, это краткосрочные проекты, это среднесрочные, долгосрочные и горечные. Мы в основном в своей деятельности применяем проекты среднесрочные и мини-либо краткосрочные проекты. Кроме этого, в качестве учащихся проекты проводят инфициальные, парные, круговые и коллективные. Опять же, на своих роботах мы постараемся реализовывать все данные в форме проекта. Кроме этого, существует в нашем технологическом образовании основные этапы выполнения проектов. Таких этапов у нас три. Этап – это поисковый, когда обучающиеся выбирают темы проекта, формируют обоснования, разрабатывают требования к проектному изделию, разрабатывают варианты проектного изделия и выбирают лучшего. Это технологические этапы, это когда непосредственно дети дополняют изделия в системе своего проекта. И заключительный этап аналитический, когда дети презентуют свое работное изделие, когда дети готовят технологическую документацию и в итоге защищают свое изделие. В своей технологической деятельности мы применяем различные типы проектов. Это традиционные, это дистанционные и сетевые проекты. За время учебного года наши обучающиеся выполняют четыре творческих проекта по разной тематике и разной направленности. Для успешного выполнения проекта мы созданы на личном моем персональном сайте специальный раздел, именно проектная деятельность, в которой отражены все залы проектной деятельности, в которой дадут рекомендации обучающимся по плане творческих проектов. А лучшие проектные работы выставляются для презентации уже детям на всеобщее обозрение. Кроме этого, в рамках этой работы на сайте Юлии Владимировны тоже разработана такая же страничка проектной деятельности в помощь обучающим. Итак, уважаемые участники фокус-группы, подскажите мне, вы уже готовы у нас рассказать о проекте? Ну, клеим, это надо побыстренько, пожалуйста. У нас поленечко время задержит, и плюс у нас еще, конечно, не надо. Это отлично. Итак, уважаемые участники, я вижу, что у нас первый проект уже почти готов. А, и... Пока почти, наверное, что необходимо делать нашим участникам было. Итак, первая группа, согласно заданию, необходимо было формить поздравительную стенгазетру на праздник 8 марта. А вторая группа ознакомилась с историей праздника 8 марта. Сейчас у нас тезис, так расскажешь об этой истории. И также она заполняет особую карточку пусть водитель. Итак, первая группа, правильно? Поздравления, мамы готовы. И вот все-таки мы начнем со второй группы, которая у нас маленько готова. Да, ну пока так клеим. Ну, так клеим, там буквально чуть-чуть можно совсем. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, у нас есть доска, вставляем магнитиками. Ваш замечательное поздравление, которое вы придумали в рамках своей работы. Нет, давайте сначала покажем всем, да? Что у нас красиво, это у нас в аудитории, видно, что же у нас это. Нормально, все красиво. Так, пожалуйста. Итак, тема вашего проекта. Поздравления, любимая мама. Спасибо вам. Так, а цель? Поздравить. Поздравить. А какой продукт вы сделали? То есть как? Вашу в рамках сфор целую. А, я сделаю поздравление. То есть вы решили сделать для вас поздравление. Скажите мне, а как вы думаете, проект, который мы сейчас реализовали, он у вас какой? Потому что творческий. Абсолютно верно. А почему творческий? Потому что мы с творческой проявляли. Мы придумывали мысль, и у нас получилось из того, что есть вот такой результат. Хорошо, мы чуть-чуть попозже вернемся к вам. Почему именно творческий? А сейчас хотела бы... Первая группа, пожалуйста. А ваш проект как называется? И что вы обсуждаете выполнение своего проекта, вы выяснили. Пожалуйста. Девушки. Название проекта. Так. 8 марта. Что я смогу узнать, опираясь по данному тексту? На данный текст. История возникновения праздника. Кому я могу обратиться за помощью? Учителю или маме? Какие методы мне помогут? Поисковый, может быть, исследовательский какой-нибудь. Название объекта. У нас тут два варианта было. Либо праздник, либо мама. Так. Я дополнила его. Вы здесь не поняли, что дополнять, честно говоря. А дополнить, как вы думаете, чем вы могли? Как вы думаете, участники вторая группа, чем можно еще было дополнить проект, который девушки реализовывали? Поздравляем стихом. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Конечно же, у меня. А теперь, подскажите, девушки, какой вы проект реализовывали? Вот вторая группа сказала, они опять творческий проект реализовывали. А вы какой? Мы исследовательский. Точно исследовательский. Вы исследовали прямо? Но если мы читали текст. Значит, это какой проект? Исследовательский? То есть вы проводили ряд исследований, потом пришли в итоге к заключению вывода, что вот мы провели исследование, мы выяснили то, 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 и в итоге у нас получилось свой итог. Какой проект у вас получился? Как вы думаете? Поможете нам? Как вы думаете? Абсолютно верно. Убничка, информационный, конечно же. То есть вы получили информацию, вы ее преработали, и вы ее нам презентовали. Абсолютно верно. А теперь, подскажите, в чем же все-таки различие между информационным проектом и творческим? Еще раз, давайте к вам вернемся. Вот вы говорите, что творческий проект, это проект, который оценивает на то, что вы сделали что-то, да? Красивенький все. То есть он отличается чем? Тем, что у нас, помимо того, что есть, мы ищем информацию, мы исследуем, у нас обязательно есть изделия, которые должны в рамках этого проекта выполнить. Пожалуйста, Синклей. Это действие в рамках этой темы. Четвертая строка, фразы из четырех слов, иллюстрирующих отношения авторов Синклейна. И последняя строка, это синоним вашей темы. Мы предлагаем вам, как Синклейн, выполнить вашу будет. А у нас, Юлия Владимировна, получилась вот такой вот Синклейн. У вас есть памятка, которой вы можете пользоваться. Итак, буквально ваша практика. Сейчас мы быстренько, потому что он все время заканчивается. Я думаю, что можно еще... Итак, уважаемые коллеги, быстренько, пожалуйста. Так быстро, что ли? Да, два прилагательные, которые характеризуют слово проекта. Проекты, два прилагательных. Занимательные еще. Давайте вместе, группы, да? Давайте всеми группами. Итак, пожалуйста. Проект. Так, занимательные. Абсолютно верно. Дальше. Три глагола, да? Три глагола. Учит. Придумывать. Придумывать. Учит. Сочинять. Так, дальше следующий. Фраза из четырех слов. Ну, ваше отношение к слову проекта. Развивая творчество. Пусть будет так. И последний. А все. Синоми слова проекта. Вашим, пожалуйста. Продукт. Продукт, абсолютно. Итак, уважаемые участники мастер-класса, уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. На этом у нас на заказах. Продукт. 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 Продукт.